С мая этого года боевики террористической организации «Талибан» захватили более 50 районов Афганистана. Усиление конфликта создает угрозу отсутствия безопасности для многих других стран. В частности, для соседнего Таджикистана, где талибы буквально вчера захватили главный пограничный переход. С чем же связана внезапная активность движения и кто же стоит за спиной у талибов, щедро даривая их деньгами и оружием? Активизация террористической организации связана с тем, что иностранные силы объявили о массовом выходе из Афганистана или же передислокации в соседние страны. Как результат, мы имеем новый серьезный виток активности, главные дестабилизирующие силы несчастного государства. А кто же стоит за талибами? Главный источник финансирования вооружения данного движения – это, конечно же, Россия. Российская пропаганда заявляет, что в основном талибы финансируются наркокартелями. Но все же в курсе, что Афганистан главный по героину на планете, не так ли? Но мы-то давно установили, что крупнейшим картелем в мире является именно Россия, у которой, к тому же, практически неограниченный запас оружия, которое и составляет основной арсенал талибов. Поэтому российская пропаганда отчасти не врет, называя наркокартель главным спонсором движения. Но зачем Россия активизировала талибов в Афганистане именно сейчас? А причину для этого мы уже назвали выше. Россия на данный момент категорически не заинтересована в том, чтобы иностранные войска покинули регион и тем более передислоцировались в другие государства Центральной Азии, как недавно заявляли представители Пентагона и Госдепа. Российские власти очень нуждаются в том, чтобы американские войска продолжали оставаться в Афганистане по ряду причин. Ну, во-первых, это задерживает американский военный контингент в далекой проблемной стране и не дает перекинуть его, скажем, в Польшу, Литву или куда-нибудь еще в Европу. Во-вторых, содержание военного контингента в Афганистане влетает американцам в копеечку и вызывает вопросы у налогоплательщиков, если правильно подогревать этот вопрос в американской прессе. Из этого выплывает и третий пункт заинтересованности в том, чтобы американцы подольше оставались в Афгане, а конкретно в стимулировании роста недовольства общества тем, что американские военные воюют где-то далеко за пределами страны. Учитывая неоправданный пацифизм, который активно развивается в американском обществе, это играет на руку России в противостоянии с США. Следует отметить, что активность талибов уже влияет на решения американских властей. Представитель Министерства обороны США Джон Кирби недавно заявил, что США могут замедлить вывод войск из Афганистана в свете атак радикального движения «Талибан». Учитывая, что после того, как силы НАТО с 1 мая начали выводить свои войска из страны, а талибы заняли около 50 районов Афганистана из 400, то пересмотреть отвод войск может вся коалиция альянса, дислоцированная в Афгане. Хотя официальных подтверждений этому еще не было. В любом случае мы видим, как Россия манипулирует в Афганистане. Талибы включаются буквально по щелчку. То им платят за убийства американских военных, то крупно одаривают деньгами и оружием, чтобы они активизировались по полной для задержки войск НАТО в стране. Интересно, что российская пропаганда указывает совершенно противоположные тезисы, рассказывая о том, что силы НАТО намеренно уходят из страны, чтобы «Талибан» захватил власть в Афганистане, полностью радикализировав страну, создав тем самым угрозу для России, Китая и Ирана, а также Таджикистана и ряда соседних государств. Но это чистой воды манипуляция, поскольку существует масса свидетельств того, что именно Россия выступает спонсором данного движения. Как минимум тем, что практически не препятствует наркотрафику героина из районов, контролируемых через свою территорию, более того, является главным потребителем афганского зелья. Поэтому вся аналитика российских пропагандонов – это, как говорится, от лукавого, и направлена исключительно на то, чтобы сформировать у собственного плебса нужное отношение к США и НАТО в контексте афганской проблемы.